Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я священник Андрей Ломакин. Служу в Святодуховом Кафедральном Соборе города Минска. Очень часто люди задают вопросы о православии, о христианской духовной жизни. Сегодня я подобрал наиболее часто задаваемые из них и попытаюсь на них ответить. Например, куда убирают воск и огарки от свечей в церкви? Что с ними делать дома? Свеча – это действительно очень важный атрибут любого богослужения, да и домашней молитвы. Когда человек приходит в храм, он приобретает свечу, как жертву храму, а на подсвечник ее поставляет и зажигает, как символ своей молитвы к Богу. Ведь как свеча своим огнем восходит ввысь, а воск тает от этого огня, так и наша душа обращается к Господу в пламенной молитве. Конечно же, когда свеча догорает, остаются небольшие огарки, и люди спрашивают, что же с ними делать. Свеча, как и другие освещенные предметы, не подлежит утилизации с бытовыми отходами. В храмах возле каждого подсвечника стоят специальные контейнеры, куда помещаются огарки от свечей. Далее они отправляются в специальные места для переплавки. Переплавленный воск также добавляется при изготовлении новых свечей. Когда же дома у людей появляются огарки от свечей, то лучшим вариантом будет их отнести в храм и положить в такой контейнер. Еще один вопрос, который задают часто люди священнику, звучит так. Зачем нужно целовать руки священнику? Это одна из традиций, когда человек берет благословение у священника, сложив специальным образом руки, после благословения прикладывается к деснице, то есть, другими словами, целует руку. Это тоже традиция и не повсеместная. Более того, ввиду недавно имевшей место быть пандемии коронавируса, эта традиция была отменена во многих храмах, поэтому люди просто благоговейно преклоняют голову. Таким образом, целовать руку священнику не обязательно, но это выражение уважения человека не к священнику, как к человеку, а именно к его священному духовному сану. Также задают такой вопрос. Первый раз на исповедь. Что нужно знать? Действительно, исповедь, будучи таинством церкви, является важной составляющей нашей духовной жизни. В чем смысл исповеди? Мы знаем, что у человека есть тело и душа. О теле мы заботимся, периодически оно нуждается в омовении, в очищении, в лечении. То же самое и с душой. Время от времени мы впадаем в какие-то грехи. В наше сердце закрадывается иногда гнев, иногда зависть, иногда тщеславие, да и многие другие грехи. Они оставляют греховные раны на нашем сердце, на нашем духовном состоянии. Чтобы их исцелить и очистить, Господь и установил таинство исповеди. Приходя к исповеди, человек не просто рассказывает священнику о своей жизни. Он кается в своих грехах перед самим Богом. Священник, по словам молитвы к таинству исповеди, лишь свидетель. Он присутствует при исповеди, помогает человеку сформулировать какой-то грех, если тот затрудняется, а затем читает над ним разрешительную молитву. Поэтому, когда мы готовимся к исповеди, очень важно сесть в тишине, обдумать свою жизнь. Если мы боимся и смущаемся, приходя на исповедь, то стоит вспомненные грехи заранее записать на бумажку, чтобы не сбиться от волнения во время исповеди. И тогда, последовательно обдумав свою жизнь, может быть, взяв в помощь себе специальную литературу, которая так и называется «в помощь кающимся». В книгах такого рода уже сформулированы грехи и вкратце пояснена их суть. Это поможет нам лучше приготовиться к исповеди и более плодотворно поучаствовать в этом таинстве. Что такое причастие? Причастие считается самым важным таинством церкви, центром жизни церкви и каждого христианина. В чем его смысл? Под видом хлеба и вина человек принимает тело и кровь самого Господа Иисуса Христа. Когда это таинство появилось? Установил его сам Господь Иисус Христос во время Тайной вечери, того самого праздничного события, которое предшествовало распятию Спасителя на кресте. «Христос взял хлеб, разломил, подал своим ученикам и сказал, «Приймите и ешьте это мое тело». А затем, взяв чашу с вином, дал каждому из учеников, говоря, «Это моя кровь, сие творите в мое воспоминание». С тех пор христиане всех веков, вплоть до наших дней, совершают таинство причастия. И каждый верующий призван в этом таинстве участвовать, регулярно участвовать. Регулярность определяется уровнем духовной жизни каждого из нас. Но следует помнить, что это очень важная часть правильной христианской жизни. Считается ли ЭКО непорочным зачатием? И здесь я бы хотел обратить внимание на понятие «непорочное зачатие». Дело в том, что под непорочным зачатием понимают тот факт, что от Девы Марии Господь Иисус Христос родился не обычным образом, а безмужно, как говорит православное богословие, от Духа Святого. В чем непорочность этого зачатия? Дело в том, что каждый человек наследует при рождении, с точки зрения православного вероучения, первородный грех. Первородный грех – это грех Адама и Евы, который они совершили в Эдемском саду. Даже при нашей высоко нравственной жизни, при рождении, мы все равно наследуем этот первородный грех. Мы веруем, что он омывается в таинстве крещения, но каждый вновь рождаемый человек этот грех первородный наследует. Христос не был рожден обычным образом, поэтому и первородный грех не унаследовал. Вот почему зачатие Христа называется непорочным. Таким образом, термин «непорочное зачатие» усваивается только лишь к рождению Христа от Божьей Матери. А что касается ЭКО, это отдельный вопрос, отдельная тема, очень обширная, я бы сказал. И очень, я бы сказал, все-таки часто задаваемые вопросы бывают по этой теме, потому что бывают разные ситуации в жизни людей. Бывают семьи, у которых, слава Богу, детки рождаются. А бывает, что люди не могут иметь детей, а очень хотели бы. И тогда человек начинает задумываться о том, а какие же есть варианты. И вот, возможно, есть способ, чтобы появился ребенок с помощью новых технологий. И тогда очень часто обращаются к ЭКО. В Русской Православной Церкви существует такой документ под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И в этом документе оговариваются актуальные и порой очень тонкие вопросы современного общества, нашей с вами современной жизни. Есть там ответ и на вопрос, касающийся технологии экстракорпорального оплодотворения. И там говорится о том, что само зачатие – это некое такое сакральное, это некое священное событие. Поэтому, когда речь идет о технологиях, при которых оплодотворяется сразу несколько яйцеклеток и большинство из них погибает, это считается для православного христианина все же неподобающим. Все-таки, когда мы говорим о зачатии, мы говорим о том, что Господь дарует душу человеку в момент его зачатия. Поэтому к этому верующие люди стараются относиться с большим благоговением. Но что же тогда делать таким семьям? Конечно же, сдаваться никогда не нужно. В первую очередь нужно молиться Богу, прося о помощи в этом деле, потому что иметь детей – это счастье для семьи. Ну и, конечно же, следить за тем, как развиваются технологии, какие появляются способы решения этой проблемы. И если христианин видит, что такая-то возможность есть, и она не противоречит христианским заповедям, то ее упускать, конечно же, не следует. Дорогие друзья, благодарю вас за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях под этим видео, и мы постараемся на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!